Здравствуйте, это видеоблог. С вами Глеб Раумская и сегодня мы затронем очень много тем. Влог вышел довольно большой, поэтому наливайте кофеек, чаек, будет много приятного видео. Ну и начать я хочу с того, что расскажу про свои новые камеры. Вы знаете, камера для меня это не просто инструмент, это вообще стиль жизни, наверное, потому что снимаю я еще с детства, с того момента, как вообще появились и пленочные фотоаппараты в моей жизни, и первая цифровая мыльница, и вот это вот все бесконечно развивалось. Потом у меня был какой-то, может быть, путь уже просто человек, который снимает на айфон, но сейчас я с приходом ютуба в мою жизнь стал еще больше снимать. И я под Новый год заказал себе наконец-таки камеру, которую уже очень давно надо было заказать. Это Sony ZV-E10. Вот такая вот малышка, черненькая, она бывает еще беленькая. Сейчас у меня висит сверху радиоприемник, а микрофон висит у меня на шее, кстати. Надеюсь, что меня слышно. Но снимаю я на другую камеру. Sony ZV-E10 это такая новая камера от Sony. Как-то мне ее даже присылали на обзор. Камера, которая, в принципе, даже со старой матрицей, ничего сверхъестественного в ней нету, кроме соотношения цены и функций, которые внутри. А что еще, собственно, и нужно? Ничего особенного. Вот я сказал. Что она умеет? У нее хороший встроенный микрофон. Это очень важно, если вы снимаете влоги. Но в моем случае, когда я снимаю дома, а ее я использую в основном для дома, у меня есть вот этот замечательный микрофон. Самое главное, что есть вход под микрофон здесь. Также есть Type-C у нее, есть выход на наушники, что удобно. Можно мониторить, например, когда вы снимаете какой-то лайф, сразу слышите с камеры, нормальный ли звук идет или нет. Выход на HDMI, что тоже важно для стриминга. Ну и она умеет еще стримить по USB. Правда, как и все камеры Sony, не Full HD. И главное, что у нее очень классная просто кнопка записи. Вы видите, как она выглядит. Это супер удобно. У нее удобный откидной экран, лампочка, которая отображает, что съемка идет сейчас. Откидной экран, в принципе, для съемки дома довольно удобный. Он вот так поворачивается. Единственное, что тут провода могут быть, это не так просто. Но в целом довольно удобно. Но я, честно сказать, не очень фанат вот этих поворотных экранов, потому что после моей старенькой камеры Sony Alpha 5100, вы ее знаете, у нее откидывается верх экран, которая нам с вами служит уже очень довольно давно. Старенькая камера, но все стримы происходят на нее. Это такая модифицированная та же камера, просто со всеми плюшками, которые возможны. 4К вроде как не должна перегреваться, но я до сих пор очень много на нее не снимал, поэтому до конца не знаю. Это я узнаю впереди, скажем так. Но, по крайней мере, у нее есть режим там повышенной температуры, поэтому она должна спокойнее это делать. Ну и для меня даже это не так страшно 4К, не 4К. Я уже, честно говоря, подотпустил эту тему. Главное, что она может просто снимать без перегрева, даже хотя бы Full HD. В общем, вот такая вот малышка. Посмотрите на нее. Вот от нее коробочка. Маленькая крошечная коробочка. Я ее купил без объектива, поэтому это просто боди. Объектив я уже просто купил на Vita. Многие из вас, кто смотрит Утро с Глебом, знают, что я продаю сейчас камеру свою Fuji X-T1. Камеру, которую я собирал для получения максимально близкого к пленочному опыту взаимодействия. У нее ручной объектив, все железное, все классное, все крутилки и так далее. Эта камера направлена именно на съемку, скорее, фотографии. Хотя видео на нее тоже можно снимать. И последние лайвы, например, на ютубе, на джемуре я снимал именно на нее. Это я уже говорил. Конечно же, я понимаю, что я очень хочу снимать и влоги. Вы знаете, у меня это один из самых любимых, наверное, периодов, хотя он и тяжелый по-своему. Но съемки на телефон, когда я снимал свои 67 влогов, да, я снимал их с использованием телефона и вот этой классной подставки HOKA. Она такая у меня уже зацарапанная. Это уже вторая моя подставка. Я ее приклеиваю на суперклей к чехлу. И она позволяет ставить как угодно телефон. И более того, она умеет поворачиваться. И можно даже снимать как рилс, так и горизонтальное видео. Но удовольствие на съемку с телефона я особо перестал испытывать. Мне хотелось себя поддержать как-то технически. Ну и плюс я понял, что фуджи я практически не фотографирую. Я хотел найти такой микс между фотографией и съемкой влогов. И нашел для себя еще один вариант камеры. И сейчас я ее вам покажу. Это малютка-мыльница от Sony. Называется она RX100 Mark 5A. Камера, которую я купил на Авито, когда-то пообщавшись с Димой 2D-кубом, у него такая же. Я подумал, что это хороший для меня вариант. Меня очень бесят эти откидные экраны в сторону. И я очень кайфанул, что могу просто использовать такую камеру, потому что она маленькая, железная, хорошо собрана. И у нее вот такой вот откидной экран. Вы видите, это очень удобно, потому что я могу снимать как и вот в таком положении, что я делаю чаще всего, когда снимаю, например, что-то вперед, да, как бы от груди или вот так вот в руках. Это очень удобно, потому что когда экран вот так расположен, это не очень удобно. И когда он сбоку, если камера отодвигает в сторону экран, то это очень тоже много занимает по горизонтали место. И у тебя камера сразу вырастает в размере. С этой очень удобно. Достал из кармана, повернул экран и все. У нее встроен объектив, который не меняется, но при этом есть классное кольцо железное, которое можно крутить и назначать на него разные функции, например, фокус или экспозицию. И помимо этого, у нее есть видоискатель для того, чтобы заниматься, скажем так, уличной фотографией. Смотрите, как это выглядит. Это пятая версия вот этой серии RX. Есть еще шестая и седьмая. И в принципе, седьмая, наверное, самая такая интересная. Но она и самая дорогая. И помимо прочего, она не совсем как бы подходит для влогинга, потому что у нее не такой светлый объектив, как здесь. Но зато у нее 200 миллиметров. И как я уже говорил, снимать на улице, например, людей, какую-то стрит-фотографию, прикольнее, когда ты можешь издалека это делать. Поэтому для стрит-фотографии, мне кажется, вот RX100 Mark 7, наверное, классный самый фотоаппарат. И у нее есть вход для микрофона, что, честно говоря, на этой камере не хватает. Хотя микрофоны здесь потрясающие. Вы как раз могли обратить внимание на звук, который был, например, в прошлом влоге, когда я бродил по зиме. Это все было снято на вот эту маленькую камерку. И у нее потрясающий звук. Она умеет еще снимать слоумо очень круто. У нее есть выход на HDMI. Есть возможность по USB ей стримить в том числе. То есть, в общем, камера, которая умеет снимать 4К и умеет дофига всего делать. Вспышечка есть. Такой, знаете, мультитул. Крошечный, но очень крутой мультитул. С размытием картинки, со стабилизацией. Не матричной, но все-таки. В общем, с железным корпусом. И это, конечно, суперсекси, мне кажется, штука. Закрывающийся объектив. Не надо думать. Быстро достал, включил, снимаешь. Не надо. Убрал в карман. Вот, например, такой, как у меня здесь. Все. Камера уже лежит в кармане и не волнует тебя. Весит она, конечно, немало. Она все-таки тяжеленькая. Но, так как металлическая, но все-таки классная тема. Безусловно, у нее есть свои ограничения. Все не так просто. Например, она пишет 4К всего 5 минут. Ну, из-за ее вообще компактного корпуса она вполне склонна к перегревам. Но для Full HD, я так понимаю, я могу ее вполне использовать для подсъемки на YouTube. Например, когда я снимаю какие-то видео. Ну, и самое главное, это, конечно, ее влогерские качества и возможность пофотографировать, когда мне захочется пофотографировать. Потому что эта камерка будет всегда со мной. Я ее заказал из Сочи просто на Авито. И удивился даже тому, что это оказалась модель не просто 5, как девушка, которая выставляла ее, а 5А. Что делает ее, на самом деле, еще на порядок круче. Потому что у нее стоит более прокачанный процессор. Так что кайфую. И теперь у меня две камеры Sony, которые полноценно и очень классно помогают мне делать контент. Я очень рад. Две черные камеры. Немножко перешел на темную сторону. Но безумно-безумно радуюсь. Ну и, кстати, у нее еще есть разные профили, которые позволяют снимать, например, более обесцвеченно, для того, чтобы потом хорошо красить на постпродакшене. То есть это камера с потенциалом. К примеру, на седьмую версию вот этого RX100 был снят фильм Russian Tattoo Tour, для которого я писал саундтрек. Если не видели, то посмотрите. Мой друг Степа его снимал, этот фильм. Мне кажется, очень красивый. И в жизни не подумаешь, что он снят на какую-то крошечную мыльницу. А вот специально для этого влога я попросил моего друга Степу снять небольшое видео и рассказать его опыт использования Sony RX100. Что он в ней любит и каково было снимать полноценный документальный фильм на маленькую мыльницу. Чего, что я у вас поснимаю тут? Круто. Что, вкусная шаурма? Да. Такая камера? Ну, срок где-то 45, а в магазине где-то 80. Хорошая камера. Вот я сейчас на нее обзор снимаю. Виктелепсе снимаю. А? Там... Свадьбу... Свадьбу снимаете? Где? В Сашизи. В Сашизи. В Сашизи. В Сашизи? Круто. Молодцы. Я тоже свадьбу снимал раньше. Да, ну... А на такую камеру знаю, что я фильм снял даже. Путешествую от Калининграда до Владивостока. Прикинь? Два месяца мы ехали. И чтобы не таскать с собой большую камеру, вот я выбрал вот такую. Вот такая вот маленькая мыльница выдает вполне себе крутой результат. Да. Сейчас вот хочу про нее рассказать. Потому что у меня мой один друг, к слову, который писал музыку к этому фильму, он, короче, купил такую же камеру и попросил меня поделиться впечатлениями, ну, почему я... И вообще, почему я выбрал именно эту камеру для съемок фильма? Вот сейчас хочу ему рассказать. Объектив меняется, да? Нет, тут несменный объектив, но тут объектив очень крутой тем, что... Да, он, видишь, широкую, в принципе, картинку дает. Вот это 24 миллиметра на 35-ти миллиметровый эквивалент. А еще тут есть зум, как бы. Сейчас, подожди, соображу. Да, вот зуммируется он уже на 70 миллиметров и, как бы, плавная трансфокация имеется. Поэтому, в принципе, как видеокамера, это вообще четкая вещь. На этой тоже функция это есть, да, замедление. Да. Если упадет, там снимает. В этой камере есть офигенная функция замедления. 250 кадров слоумо, Full HD снимает. Я, собственно, половину фильма так снял. Она может и 500 кадров в секунду снимать, прикинь. Это, на самом деле, ну, уникальная камерка. Я уже пока с тобой общаюсь, половину, как бы, рассказал, чего хотел. Ты вообще шаришь, я так понимаю, все бренды, знаешь, да? Все вот это вот. Молодец. И с Рафил, да? Да. Степа. Привет, Глеб. Поздравляю тебя с приобретением Соньки новой. Рад, что ты вступил в ряды пользователей системы RX100. Реально, даже по сей день, мне кажется, альтернатив просто нету у этой камеры, потому что в таком компактном корпусе столько технологий. Я думаю, ты уже оценил ее возможности в плане вообще картинки. Ну, сейчас более-менее, конечно, в таком уровне цен все камеры снимают хорошо, но есть все-таки у RX-серии достоинства, которых вот по сей день нету у других камер. А именно то, из-за чего я выбрал ее для съемок Russian Tattoo Tour. Кстати, респект за саундтрек. Это просто... Спасибо. Что меня в первую очередь зацепило, так это ее возможность съемки в слоумо. В данном случае иглы машинки Геры. Мне хотелось показать движение, как она прошивает кожу. Вот это у меня получилось. Качество там, конечно, подупало. 500 кадров в секунду все-таки. Но, в принципе, в фильм это вошло. Но без потери качества 250 кадров, конечно, она пишет очень круто. Ни одна другая камера даже по сей день, особенно в таком корпусе, с такой задачей не справляется. Ну, просто, ну, в смысле, нет такого функционала. Вот у меня сейчас составная камера Sony Alpha 7S III. Конечно, она пишет суперчеткие 4К, но это всего лишь 120 кадров в секунду. Ну, для 4К это, конечно, круто, но когда тебе нужно 250 или 500, вот, пожалуйста, как бы есть RX, и он с этим может справиться. Также хочу отметить, что наличие все-таки ND-фильтра, оно даже сейчас меня выручает, потому что я вот сейчас вот стою около местной шаурмы. Тут офигенный свет, и поэтому вот я решил здесь заснять. Тут, правда, всего один уровень затемнения этого ND-фильтра, но даже его, вот, бывает достаточно, чтобы выполнить грамотную настройку экспозиции. Поэтому само его наличие, это уже просто огромный бонус. Ни у одной другой камеры такого класса, такого размера и в такой ценовой категории просто, ну, нет этой функции. Ну, и еще мне очень сильно помогало то, что ее можно было зарядить в поездке от внешнего аккумулятора. Просто берешь с собой пауэрбанк и заряжаешь. Сейчас уже более-менее все камеры можно заряжать от пауэрбанка, но тогда это было редкостью. И это меня сильно выручало в поездке, когда просто, ну, негде зарядиться, нет розетки. И берешь в пауэрбанк, втыкаешь, и камерка потихонечку заряжается. Так что, чувак, я тебя искренне еще раз поздравляю с таким приобретением. Это действительно выдающаяся линейка камер. Так что добро пожаловать в клуб. И крутых тебе кадров, и крутых тебе саундтреков, крутых тебе влогов. И вообще по жизни ты молодец. Респект. Peace. Peace. Привет. Вышел прогуляться по заснеженному Омску. О, слезы текут, сопли текут, холодно. Сегодня минус 23 градуса. Я просто пошел впитать в себя немного солнца, потому что оно так чудесно светит. Делал задания для клубов. В очередной раз кайфанул от этого. О, хорошо. Но на улице очень холодно. Я хотел пойти попить кофе, прогуляться, но вот далеко от дома не смог отойти. Прям почувствовал, что это жесть, как холодно. Кто-то напишет даже в комментариях, что для Омска это не очень холодно. Я согласен. Но глобально, вот так вот, если абстрагироваться от Омска, это все равно холодно. Минус 23 градуса. Пойду-ка я домой. Попью лучше кофеек дома. Еще одна новинка. Это диктофон Sony, у которого есть управление печом. То есть, можно делать медленнее и быстрее проигрывание. Я хотел использовать это для тейп-лупов, чтобы попробовать какой-то эмбиенс этим поделать. Ну и просто какие-то интересные эксперименты. Но самое забавное, на что я здесь наткнулся, это на функцию, которая называется вор. Что она делает? Она записывает голос, когда, ну или вообще звук, когда происходит громкий сигнал. То есть, как только тишина, она перестает писать. Смотрите. Начинаем говорить, она снова пишет. Ну так вот, да? То есть, можно оставить, например, и записать, как там, Луи Лайт. Ну и меня очень радует, что здесь есть вот эта вот наклейка смешная. Это реально мило так. Тут просто не отклеил наклейку из динамика. Он в целом исправен, этот диктофон. Он, ну, неплохо выглядит. Я бы сказал, состояние у него хорошее. Есть вход для микрофона, счетчик. Но у него есть свои нюансы. Во-первых, он моно. Потому что диктофон, и так как его придумывали для записи голоса, как бы стереоголос нафиг был не нужен. То есть, он моно. И еще из минусов, что он почему-то не мотает назад у меня. Как только я начинаю мотать назад, он просто не может промотать пленку. Во всем остальном довольно забавно. Есть вот пауза такая, смотрите. Можно паузить в любой момент запись. Мне кажется, прикольная штука для всяких лоу-фай записей. Сейчас решил заснять такие кофе с DigiTact. Плюнул на то, чтобы подготавливать как-то пространство. Особенно, потому что мне так надоело переставлять всякие вещи. Знаете, переподключать все. Особенно теперь дека эта у меня большая тут стоит. Решил плюнуть и просто поставить тут камеру и снимать. Такая красота опять. Нормально ли? Итак, приехала посылочка. Кассетный движ продолжается. Все, все, Буба, перестал. Господи, господи маленький какой. Нет, ему не нравится. Приходите поближе. Чистенькие кассетки, просто прозрачные чистые кассеты. Я забыл какой длительности. Вот, выглядят, мне кажется, классно. Мне прям нравится, когда... Да? Классно видно. Хорошие, классные кассетки. Ну, вы видите, пока тут смотреть не нужно. Просто бланковые кассеты. Посмотрим, как я буду их кастомизировать. Это будет интересно. Ну и что за музыка там окажется, тоже пока. Тоже вопросик. У меня все еще нету понимания. Я пока вынашиваю, пробую разное. В общем, 10 кассеточек полностью прозрачных, новеньких, идеально новеньких, ждут своих будущих владельцев. Я тут неожиданно получил сообщение в мессенджер о том, что ко мне пришла посылка, про которую я уже совсем забыл. Дело в том, что я подписался где-то в районе Нового года на одежду, которая называется... Подписка называется Надежда. Есть такой бренд, когда-то в Москве я его покупал. Оу Май. И Оу Май мне прислали наконец-таки вот эту самую надежду. То есть, там дело в том, что ты оплатишь подписку. Она стоит что-то, по-моему, 2000 в месяц. И тебе присылают какую-то одежду, которая дешевле, чем если бы ты покупал по отдельности. Но я подумал, что так как я нифига вообще из одежды не покупаю. Да и слово надежда мне нравится. Особенно в условиях того, что происходит, как-то хотелось надежды. И вот пришла эта штука. Тут вот написано «Making рабочий лук stylish». Что они делают, в общем, рабочий лук стильным, начиная с 2010 года. Так, сейчас мы с вами посмотрим, что в этом конверте. Пока пугает, что он не очень большой, честно говоря. Это хорошо. Так, меланжевые носочки. Я люблю тебя, написано. Надо было завтра распечатывать, как будто это я тебе подарила на день святого Валентина. Да, но я сам себе, видишь, подарил носочки. Я люблю тебя. Так, хорошо. Футболочка беленькая, сделана в России. Ну, в общем, вот это мы будем проверять. Мужская, это важно. Элька. Надеюсь, что размер подойдет. А, ну и все. Вот у меня-то всего-то получилось. Две парочки. И вот так вот. Не так много, да, на этот раз. Надеюсь, что в следующий раз что-нибудь поинтереснее придет. Мне нравится просто формат вот таких подписок. Знаете, такая подписка-сюрприз, да. То есть, я вообще не помню, что там. Не знаю. То есть, мне не говорили, что конкретно будет приходить. Мне почему-то это безумно нравится. Подогревать какой-то интерес себе. Ну, и плюс, реально, немножко обновлять свою базовую одежду. В общем, футболочка маловато оказалась. Хоть это и эль, но это вообще не мой эль. Мне кажется, мне надо 2XL, судя по их элям. Ну, это, знаете, какой-то вот такой вот в облипку. Я такое супер ненавижу. Отвратительное ощущение. Вот. Но что делать? Надо поменять. Я заберу. Да, Вера заберет. Надо поменять размер у них на сайте. Ну, и посмотрим дальше. Носочки сейчас тоже померю. Вдруг что. Эта посылка конкретно, мне кажется, не фонтан зашла. Но посмотрим, что будет дальше. Носки, по крайней мере, нормальные. Вот. Но все равно, конечно, носки, если сравнивать. С какими-нибудь носками из Uniqlo. Футболка ушла Вере. Вере хорошо. Это уже классно. Вот как-то так, да. Вот как-то так. С одежкой пока ничего нового не происходит. Я понял, что я же хожу теперь со своей маленькой камерой. Да, везде. И у нее довольно маленькая батарея. Покупать сменные батареи меня что-то бесит. Потому что, ну, это надо откручивать под штатив всякие штуки. У Ланзи есть такой штатив, у которого внутри встроена батарейка. Вот. И он довольно прикольно выглядит. То есть, я приделал туда свою голову. И у меня вот такой вот на 5000 чего-то там, короче, аккумулятор, который позволяет мне заряжать эту камерку. То есть, как только она садится, я теперь могу я спокойно зарядить и все. И при этом это еще вот такой штативчик, который мне, видно вам там, не видно, который мне, в принципе, под обычной задачей в духе поставить в кафе или где-то на земле. Предположим, вот так вот, да. Довольно удобно. Но проводок надо, конечно, коротенький какой-то себе раздобыть. Мы впервые собрались отправиться на колесо. Вот. Так, сейчас мы с Мерой пойдем и затестируем это колесо. И расскажем вам об этом тоже. Выберем кофейка. Более того, да? Да. Романтик тайм. Да, сегодня 14 февраля. Так что мы тут как можем, так и развлекаемся. Эпли, классно. На русский. На одном вам, на одном мне. Спасибо. Представляете, сколько уже год почти этот парк существует. Мы первый раз с него пришли. Мы на каток ходили. Мы ходили туда на каток. Но зимой, соответственно, здесь очень мало чего работает. Еще одичее. Ой, ну у нас 10 минут. Ну что, неплохо. Я должен сказать, что это все-таки не то же самое, что из окна смотреть. Тут мы как будто сейчас где-то окажемся на высоте нашего окна. То есть, а у нас еще запас полколеса почти. Спасибо, Ваня, за этот термос. Давно он уже со мной. Правда, чуть протекает. Вполне хороший, знаешь, момент. Даже вот одному сюда прилетил. Так вот. Так вот почти на вершине верха. Здравствуйте, дорогие зрители, я решил преобразовать кассету в тейп-луп, так называемую. То есть сделать кассету, у которой будет зациклена пленка, и она будет крутиться по кругу. Суть в том, что я сделаю зацикленную пленку и смогу записывать на нее, например, какие-нибудь синты или что-то в этом духе, или барабаны, и они будут просто без конца повторяться. И можно будет ее обновлять, можно будет ее замедлять, ускорять и пропускать, например, через эффекты дигитакта или через мою там педальку. Потому что здесь есть входящие сигналы, мы можем записывать напрямую через кабель. Самое главное – это отмерить правильную длину и сделать именно зацикленную пленку, которую мы будем склеивать на самом деле простым скотчем. То есть, казалось бы, все довольно просто, но как бы так как это все маленькое и нужно все четенько делать, правильно отмерить длину. Потому что если неправильную длину отмерить, пленка не будет натягиваться и появятся, в общем, проблемы. Там есть разные типы длин, на ютубе много разных видео-туториалов, сейчас я по одному из них выберу длину. Вроде как это все, что нам понадобится. Здесь у меня открыт видосик, думаю, что нам должно этого хватить. В общем, самое главное нам – отмерить правильно пленку. Открываем кассетку, тут все просто. Блин, походу у всех кассет есть эти пленки, я их просто не замечал, они нужны, чтобы катушки лучше скрыть. Скользили, так. Тут у нас все остается как есть. Почему-то там было нарисовано отрезать, но, по-моему, можно просто вот эту штуку сдвинуть и вынуть ее. Здесь же специально есть зажим. Пленку мы вынимаем. И дальше наша задача отмерить 21,9 см. Отрезаем вот этот вот, видите, прозрачный слой. Вот он наш, 21,9 см. Отрезал криво, но отрезал немножечко криво. Вот, окей. Дальше нужно с обратной стороны склеить скотч, при этом его нужно еще отрезать очень тоненько. Так, я сделал кольцо, вроде как оно у меня получилось. Теперь осталось все это собрать в кассету. Ну да, но натяжение такое сильное, похоже, я чуть-чуть где-то не рассчитал. Сейчас получается слишком мягкое, да, натяжение, раз оно там так болтается. Либо жестко, либо мягко. Вот и все. И нет у нас какого-то еще варианта. Ну что можно сказать? Можно сказать, надо заново луп делать. Вот что не прикольно. И так, вот такая у нас получилась кассетка. Будет ли она крутиться или нет? Смотрите, работает. Здесь очень глючный динамик. В целом, видите, работает. Давайте попробуем рекорд плей. Это тейп-луп. Это тейп-луп. Ну, слушайте, это, по крайней мере, звучит. Вот так звучит оригинал. Теперь мы его попробуем засунуть в наш диктофончик, да. В целом, конечно, здесь, наверное, логичнее не биты, а какие-то мелодии или пэды. Но сейчас что есть, то есть. Попробуем так сделать. Так, звук пошел, пишем. По идее, луп очень короткий, поэтому там особо долго писать нет смысла. Что-то у нас получилось. Я не понимаю, почему там такая пауза большая. А, теперь понимаю, почему такая пауза большая. У меня здесь, если вы посмотрите, разъехалась пленка. И, получается, головка едет чисто по скотчу. Вот в чем дело. Значит, неправильно с размером пленки. Но теперь нам понятно, в чем, по крайней мере, проблема. Дубль два. Пересобрал кассетку с более мягкой натяжкой. Не знаю. Посмотрим. Красиво, да? Поехали. Видно, что в плеере пленка шатается. Но, может быть, это и прикольно. Не знаю. Посмотрим сейчас. Сейчас я попробую записать нормальный сигнал. Например, из DigiTact-а PET. А потом засунуть его обратно в DigiTact через реверб. И мы услышим, что получится у нас. Блин, ну, я бы что-то пауза везде, да? Слышишь? Мне кажется, невозможно. Возможно. Возможно, возможно. Но пока я слышу, что я записал, видимо, с перегрузом немножко. И самая проблема, это что у меня все время там щелчок. Я смотрю на пленку, просто нету дырки. Как только избавиться от вот этого щелчка, в принципе, прикольно можно использовать. Записывать именно барабанные лупы, конечно, туда сложновато, потому что тут надо высчитывать время, хотя я такое тоже видел. Самое интересное для меня это попробовать просто записать ambient лупы, то есть, если бы у меня было несколько таких кассеток, и потом под эти лупы поиграть сверху еще. В принципе, любопытно. Но насколько это тоже применимо в музыке, конкретно вот, по крайней мере, с этим девайсом, я не знаю. Может быть, был бы какой-нибудь этот Tascam мультидорожечный, да? Тогда было бы прикольно. Четыре дорожки разного эмбиента записывать. Но, тем не менее, пишите, что вы думаете об этом. Были ли у вас подобные практики когда-то? Может быть, кто-то из вас уже делал тейп-лупы и может мне подсказать, в чем конкретно проблема у меня здесь. Ищи пока самый устойчивый, там дальше вообще маленькие. Прыгай, прыгай, прыгай. Не смотри, не смотри. Супер. Настолько ты решил. Альпинист Глеб. Во! Альпинист Глеб. Начинающий. Я обещала поаплодировать стоя, что ты до пузыря долез, герой. Давай ты лезь. Ну, я здесь так себе позорил немножечко. Да не, хорошо было. Сложно? Молодец! Чемпион мира по скалолазанию. Без страховки. Смертельный номер. О, ребята, ну вот мы залезали вон туда. Вот розовая трасса. Где-то Вера была даже выше середины. А, мы и на синий были, и на синий были. На синий и на розовый, да? Угу. Во! Нормально, классный опыт. Сил вообще никаких уже, руки умирают. Без боевых ран никуда. Вот Глебка лезет по свободной трассе. Минут 30 назад он боялся высоты, а сейчас просто даже без страховки лезет. Вау! Обезьянка! Спасибо за просмотр! Осторожно!